Блин, не знаю, какой микрофон выбрать, хочу с Алика что-нибудь купить подешевле. Всем привет, вы на канале Слава Мерлова, и сегодня я вам расскажу о трёх лучших микрофонах с Алиэкспресса. Поехали! Во-первых, бы хотелось вам напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения чего-либо на Алиэкспресс, потому что скоро будет Чёрная Пятница, то есть... Блин, одиннадцатого, одиннадцатого, да? Одиннадцатого ноября по всему миру будет Чёрная Пятница, в том числе на Алиэкспресс. Это значит, что вы можете урвать что-то по сверхнизкой цене, в том числе и микрофон. Но есть, к сожалению, некоторые опасные моменты, которые стоит обговорить. Во-первых, как бы грустно не было, но на Алиэкспрессе есть достаточно много недобросовестных продавцов. Во время распродажи есть огромное количество фальшивых скидок. Чтобы вы понимали, это когда продавцы делают фейковую скидку, ненастоящую, они не понижают цену, а просто оставляют такую же и пишут, что это со скидкой. И в начале этого ролика, он как бы у нас тематический, про Алиэкспресс, я вам хочу порекомендовать сервис Алирадар. Я им сам достаточно давно пользуюсь, но мы тут сконнектились, поэтому мне грех вам не порекомендовать эту тему. А чё, а что это приложение делает вообще? Алирадар это расширение для браузера, которое вам поможет сэкономить и не оплошать с продавцами. Расширение, в свою очередь, может показать рейтинг продавца, статистику цен, что очень важно перед распродажей, и похожий товар. У меня есть достаточно много друзей, которые использовали Алирадар при покупке достаточно дорогой техники, и, в общем-то, они не облажались. Всё у них прошло удачно, отчасти благодаря этому расширению. Они посмотрели статистику цен, поняли, что, в общем-то, надёжный продавец, и по отзывам всё нормально, и по рейтингу, и всё у них получилось чики-пуки. Поэтому, если хотите покупать микрофон на Алиэкспресс, то очень вам советую скачать Алирадар, чтобы лишний раз не волноваться, не паранойить, а просто скачать, понять, что продавец надёжный, что динамика цен нормальная, что нет фейковой распродажи, и всё, и ждать, собственно, посылочку. Блин, слушай, а ссылка где? Поэтому смело могу рекомендовать, ссылка будет в описании. Вот. Это видео посвящается моему покойному микрофону. Мой основной предыдущий микрофон был со мною в течение 6 или 7 лет. И да, это тот самый микрофон, Samson MeteorMig. Он был в каждом моём видео, и сейчас вы сможете купить его на Алике, ну, где-то за 3-4 тысячи рублей максимум. С этим микрофоном связано многое. Посиделки в Дискорде, да даже в Скайпе в те времена. Огромное количество записанных треков. Очень много всего. Он столько всего выдержал, учитывая, что я постоянно его с собой таскал. Но об этом чуть позже. Я люблю снимать Майнкрафт. Моя жизнь это Майнкрафт. Итак, торжественно третье место занимает микрофон Samson Go. Вроде это его неполное название, если я не ошибаюсь, но микрофон отличный, мне удалось его послушать как-то, попользоваться чуть-чуть, поэтому я могу его рекомендовать вам с уверенностью. Конечно, треки на него, ну, записывать такое себе, но смею вас заверить, что если вы начинающий блогер, ваше качество звука взлетит до высот по сравнению с тем, что было, потому что микрофон отличный. Мало того, что очень удобно, его можно коннектить с iOS девайсами, там iPad, iPad. Он очень маленький, прям совсем малюсенький, его можно там еще крепить. У него есть встроенная подставка, что очень удобно, так что можно ставить его на стол, там записывать интервью, лекции, пары, да, я же поступил, пары можно записывать, очень удобно. Он маленький, компактный, да и все. Отличный девайс, могу вам смело, абсолютно смело советовать к покупке. Очень крутая штука. Я хочу делать треки. Номер два. Торжественно. Samson Meteor Mic. Мой фаворит однозначно. Соотношение цена-качество великолепно. Лучший микрофон за свои деньги. Вот вы просто не найдете аналог. Просто помолчите со своим BM800. Никогда не вспоминайте о нем. Ужас! Samson Meteor Mic. То, что вам нужно. Вы вкладываете три или четыре тысячи, и этот микрофон служит вам верой и правдой в течение шести-семи лет, как мне. Причем, прошу заметить, у меня сломался джек, но микрофон работает. Он до сих пор в рабочем состоянии, даже спустя столько времени. Это круто. Вы можете петь в него, записывать подкасты. От него можно открутить ножки, можно его подвесить, как у крутых стримеров. То есть, все можно с ним делать. Он буквально бронебойный. Я его только куда не таскал. Он побывал со мной в Болгарии, на даче, дома в Новосибирске. Я его просто вот так кидал, швырял в сумку и не думал о последствиях. И он это выдерживал. Он выдерживал это честно. Три тысячи не такие большие деньги за то, что вы получите в итоге. Если вы начинающий какой-то певец, блогер, лучшие просто аналогов найдете. Я вам очень сильно советую приобрести этот микрофон, если вы задумываетесь о покупке микрофона. Логично. Минусов у него, ну вот, просто не нашел. Ну, какие... Никаких у него минусов нет. У него даже чехольчик в подарок идет. Вообще суперкомплектация. Чехольчик. Есть функция мониторинга. Сзади есть джек, куда вы подключаете свои наушники и слышите себя. Понимаете, о чем я, да, это? Вы мониторите. Все круто. Очень крутой микрофон. Реально. Вот можете меня закидать там тряпками, чем угодно. Но я... Это никакая не реклама. Я просто счастливый обладатель, пользователь такой замечательной штуки. Кстати, ссылки на все микрофоны вы найдете в описании. В том числе, где именно я покупал микрофоны, да? Окей, я все понял. Но я хочу все-таки посолиднее что-то, да? Я хочу треки писать. И первое место занимает микрофон, барабанная дробь, Samson C01U Pro. Вот это уже более-менее профессиональный сегмент. Здесь вот он уже будет дороже, знаете, он будет дороже. Но микрофон тоже отличный. На него пишут многие рэп, да, рэп пишут. Многие снимают на него летсплеи разные. В общем, ведут свою деятельность на ютубе. Даже у всеми любимого моего друга Дениса Бондаря, микрофон Samson C01U Pro. Он подключается по USB, очень легко работать с ним. То есть он тоже из хорошего материала. А чем он лучше? Он просто профессиональнее, чем Samson Meteor, да? Он просто профессиональнее. Если вы хотите писать песни, свой вокал именно, вы имеете какие-то вокальные данные или вы крутой рэпер, то да, тут уже стоит задуматься о том, чтобы купить себе микрофон подороже, чем Samson Meteor Mic, то есть вот этот C01U Pro. Потому что он все-таки на это и рассчитан, на то, чтобы в него петь там. Вы сейчас скажете, Слава, what the fuck? Почему только Samson? По-моему, все видео это реклама компании Samson. Почему у тебя одни микрофоны от них? Я бы мог вам порекомендовать микрофоны, которые мне еще нравятся по параметру цена-качество. Это, например, AT2020. В руках я держу AT2035. Вот этот микрофон, вот этот. Но он уже попрофессиональнее, он покруче будет, он акселаровский. Спасибо вам. Этот стоит значительно дороже, но в целом выглядит так же. AT2020 можно найти в целом за 12-13 тысяч рублей. Тем более стоит обратить внимание на бэушные версии. Отличный микрофон. Я пользовался AT2020 в течение двух или трех месяцев. Спасибо моему дорогому однокласснику Семену за то, что он меня не побил. Отличный микрофон. Мне очень понравилось. Огромное количество треков. Было записано на него тоже. У него отличный звук. Поэтому, если у вас больше денег, чем на Samson C01U Pro, то лучше возьмите AT2020. Он мне нравится больше. Но, соответственно, если у вас есть деньги, конечно. И стоит сказать последнее. Завершающее это видео высказывание. Я хочу быть крутым профессионалом. Ну, чего непонятного? Если вы именно хотите перейти на профессиональный сегмент, хотите писать суперзвук, вы хотите прям контролировать все производство, хотите делать треки прям профессионально, вам нужен нормальный микрофон с XLR выходом. То бишь, чтобы он подключался к звуковой карте, которую вы отдельно купите, и уже звуковая карта будет подключаться к компьютеру. Какая звуковая карта? В смысле? А то, что в микрофоне есть, это же вообще норм тема, да? Это позволит вам получить звук в разы лучше, чем при подключении по USB. Потому что, когда вы подключаете микрофон по USB, у него есть, ну, такая средненькая внутренняя аудиокарта, внутренний аудиоинтерфейс, он будет уступать внешней звуковой карте. Он будет очень сильно уступать, поэтому, если вы хотите перейти в профессиональный сегмент, заниматься битами, вокалом, то вам по-любому нужна внешняя звуковая карта и микрофон с выходом на XLR. Зачем вот эти производители микрофона вставляют микрофон в звуковую карту? Они тупые, зачем мне ее покупать, как бы, отдельно? Но об этом мы поговорим в следующий раз. А я надеюсь, что это видео вам понравилось. И когда все люди, которые не заинтересованы в моем канале, ушли, я вам хочу рассказать. Меня давно не было здесь, потому что я переезжал в Питер, у меня было много дел, я там поступал, вот это все. Ну, понимаете? Переезд это, на самом деле, не очень просто, потому что там надо вещи из Новосибирска отправлять по почте. Я тяжелый, вот у меня оборудование, а без оборудования сейчас сижу, и оно в лучшем случае будет только через неделю. Но я готовлю для вас очень интересный проект, поэтому буду надеяться, что вы еще не забудете меня и будете смотреть, потому что, ну, когда ты живешь в неком ритме суматохи, когда тебе час надо до института ехать. Три дня в неделю, да, но все равно ты выбиваешь немножко из колеи, поэтому... Вот, не забывайте, ну, там, не знаю, лайк, там, ставьте комментарий. Вот, у меня все хорошо. Я живу с Игорем, скоро переезжаю на другую квартиру. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Так, а где тут кнопка? Вот это там всякие кнопки, вот они вот здесь будут. Пусть, а я буду тут лежать и пождать. Нет, не иди, не иди сюда. У меня кнопка подписки здесь висит, не иди. Угу.